Привет, друзья! Хочется продемонстрировать вам на примере двух боев разницу между Сапрой 16 ранга и Конфу 15 ранга. Ну и также я буду обсуждать Конфу 16 ранга против 15 ранга Сапры. И если в первом бою мой оппонент будет такой, средний аккаунт, средняя прокачка, 800 там улучшений, ну в принципе довольно-таки неплохо. Если игрок крепкий, довольно-таки опытный, то во втором бою будем играть против профессионала Конфы. Ну там свои нюансы, конечно, будут, но там будет фуловый 15 ранг, 12 ветка умений, то есть как минимум по очкам умений мы будем одинаковы. Давайте сначала поговорим про то, что 15 и 15 ранги Сапра на Конфу Сапра слабее. Объективно говоря, что у нас есть у Сапры 15 ранга? У нас есть слабый хамелеон, который имеет три клетки, то есть он постоянно будет что-то открывать, и надо будет очень много хамов использовать, чтобы площадь была более-менее нормальной. Во-вторых, у нас Ягуар, которого пробивают пехи, молоты, короче, все его пробивает. Но если сравнивать Зевс и Ягуар 15 ранга, то они в принципе сопоставимы. Да, чуть-чуть Зевс сильнее, но есть ситуации, когда Ягуар даже может перестрелять Зевса, да, если хорошая позиция, если ты разложен или там до 10 минуты. В принципе, Ягуар удар держит и очень даже неплохо. Так, тут третий уровень штаба примерно одинаково, как у нас. Ну, понимаете, противник, во-первых, он строил какие-то заводы, бункер, зачем-то непонятно стало. Да, я буду рашить без ресурсов, конечно. Ну, то есть я на голд-снабжении сижу, оппонент на голд-разведке. Я бы предупредил, что оставлю ему все ящики, наверное. Ну, точно, а может и нет. Может и нет. Если бы я его предупредил, то он заранее сидел бы на голд-снабжении, он бы меня прижал бы по характеристикам, ну, по экономике. А так, в принципе, мы плюс-минус одинаково. Ну, у меня 16 ранг, чуть-чуть лучше экономика. То есть сапра на канфу тут проблема на 15 ранге скорее в сапре, а не в канфе, если говорить про наземку. То есть твоя проблема это не щит, который имеет 4 клетки, а твой туман, который имеет 4 клетки. В перспективе, если играть довольно-таки долго, то, конечно, у тебя постоянно будет разряжаться туман, тебя будет постоянно выключать, от тебя постоянно будет убегать канфа. И у нее как бы щит 4 клетки имеет, и у тебя постоянно будет разряжаться вспомогательная техника, а у канфы нет. То есть стенка или на стенку играть, конечно, не получится. Вот. Во-вторых, не забываем, что у канфы есть те же вертексы, тор, тебе надо использовать дикообразовник речет, им все-таки зевство, он жирнее, да? И тайфунов надо поменьше, и они занимают меньше, у кого не забываем. Короче, беда. Беда, откровенно говоря, канфа может спокойно убегать 15-го ранга, и в игре будет крайне непросто. Если говорить про канфу 15-го ранга, то есть у канфы такая вещь, как тор и, допустим, огнеметчик, циклон, ракетки. Эти 4 юнита, они эффективны вне зависимости от ранга. То есть тор более низкого ранга, на 2-3 единицы ниже, все равно будет пробивать его с двух ударов. Ну, как ни крути, будет пробивать. То же самое касается плюс-минус аэродрома. Да, заводы, конечно, не будут падать, но Ягахам будет падать. Даже тор там 14-го ранга, может, 13-го ранга, тоже будет падать. Во-вторых, есть ракетки, неважно, какого ранга ракетки. Если у тебя что-то вышло из-под тумана, ты по-любому теряешь несколько танков на ракетках. Что, в принципе, на самом деле неприятно. Там еще и вертексы есть, которые светят. И грады тоже могут помочь, и зевсы. Короче, беда. Если что-то выходит из-под тумана, то в ракетки настреливают очень даже неплохо. Есть циклон. Вот есть один ютубер, не знаю, откуда такое отношение к игрокам, всем остальным. Но я считаю, что это огромное лицемерие необъятное сравнивать циклон со стрекозой. Да, может быть, в каких-то ситуациях и до ребаланса циклонов и стрекозы стрекоза себя неплохо показывает в каких-то турнирах. Но не забываем, что тяжелый пехотинец конфы, он очень быстро уничтожает стрекозу. Даже с повышением ей брони и хп, это не важно. Все равно стрекоза очень долго пробивает пехоту. Но, не важно. Стрекоза в день-нибудь турнире, она полезна. Но чем отличается циклон от стрекозы? Дело в том, что это вспомогательные юнты. То есть циклон, он светит. Ему не надо наносить урон. Он не для этого существует. Он должен быть жирным, и у него должна быть хороший обзор. Все. Хорошая скорость, хороший обзор и жир. Конфа сделал циклон нереально жирным. Там 64 брони на 16 ранге, почти 3000 жизней. Я не понимаю, зачем его делать толще вертекса. Ну, ладно. Разработчикам виднее. То есть этот юнит, он опять же не зависит от ранга. Все, что тебе надо сделать, это залететь в туман, а дикие будут пробивать циклоны. Надо где-то 3-4 дикобраза, чтобы они достаточно быстро его пробили. Может даже 5. То есть это минус того, ты должен постоянно за собой таскать юниты, которые не наносят урон тем же зевшим издания. Это неправильно. Я считаю, что циклон не должен быть таким вот жестким. Он должен быть юнитом вспомогательным. То есть он залетел, сразу упав. Все, у тебя есть возможность увидеть юниты несколько секунд. Но так получается, что ты заходишь на базу оппонентам. Помимо того, что тебе надо биться со стенками, ракетками и зданиями, ты еще и бьешься с засветом циклона. То есть циклон засвечивает тебя и ты сразу падаешь. Неважно, какого ранга циклон. 10, 13, 16, все равно он примерно одинаковую функцию имеет. Стрекоза при этом, ну ты сделал стрекозу. Она и не урон не наносит, но засветил-то оппонента. И что дальше? Как бы один кретчат пополезнее будет, подешевле. Там, потому что можно разведать всю карту быстрее. Ну, короче, коза так себе. Единственный вариант использования, это поставить ее на холм. Тот холм, где нельзя ничем разведать, кроме авиации. И то для того, чтобы там не находился циклон. Все. Это единственная функция стрекозы, кто бы что ни говорил. Вот, то есть мы уже начинаем понимать, что конфа, даже без ранга, она может вполне неплохо противопоставить свои силы сопротивлению более высокого ранга. То есть ракетки, циклон, огнеметчик, который сейчас прыгает на пол карты, это дичь на самом деле. Но если сравнивать Ягахам 16-го ранга и 15-го ранга, Зевса щит, то Ягахам будет сильнее. Причем заметно сильнее. Ягуар стреляет дальше, площадь тумана у тебя 4 клетки. И на самом деле вот эти 4 клетки, они хватают довольно-таки долго. Даже не нужно улучшать дальше хамелеон. Ну, тут ставим противокотную мину. Противник, может быть, меня немного отрижает по скорости развития. Может быть, он приближается к 5-му уровню штабу. Но дело в том, что здесь грады довольно-таки бесполезны. Здесь нужен Зевса щит. У меня есть позиция хорошая, есть мамонты. На этой этапе игры уже, с учетом того, что у меня есть мамонты, грады бесполезны на самом деле. Ну, врубаем щит, конечно, он... Точнее, хамелеон, конечно, он на довольно-таки очевидной позиции. Я еще не особо хорошо разложился. Ну, как-то разложусь я. Позиция у меня значительно лучше, чем у противника. То есть я в обороне, оппонент атакует. Какой-то обзор у меня есть за счет стрекозы, за счет кихотинца, который находится на холме. И понятное дело, что наш противник здесь теряет все Зевсы. Я, в принципе, ничего не теряю. Если говорить про игру Сапры 15-го ранга против Конфы 16-го ранга, то это просто играть невозможно. Нету тех характеристик, которые могли бы позволить Сапре 15-го ранга играть против Конфы более высокого ранга. Ну, вы сейчас можете мне возразить, Саня, но как же так? Так, ты же играешь в режиме 2 на 2 против 18-го, 19-го ранга, где большие карточки. Прокачка, мягко говоря, помощнее. Да, я с вами согласен, но режим 2 на 2 позволяет тебе иметь совсем другую скорость развития, как-то навязывать свою игру. И опять же, пробить противника я один все равно не могу. Я его пробиваю очень медленно. В основном это происходит вместе. Где-нибудь на центре карты мы давим. Я сознаю, что против ракеток мне делать нечего. То есть мне мои три клетки тумяна в любом случае не хватит. Ну, в принципе, этот бой завершается. Наверное, это все, что я хотел сказать про разницу 15-го и 16-го ранга. Хотя, будут еще некие нюансы, но это уже в следующем видео. Ну, как вы понимаете, наземка и противнику делают что-то бесполезное. Чем дольше мы играем, в принципе, чем я сильнее становлюсь, потому что я просто заменю... Пятый уровень штаба. Я просто заменю... Кстати, крепкие здания. Свои мамонты и хамелеонам. И у меня будет достаточно много урона. И значительно выше дальность, чем у Зевсов. Поэтому тут без варианта. Ну, ладно, пишите ваши комментарии, ваше мнение. Может быть, оно будет новое для вас, это видео. Поэтому жду ваших впечатлений.